Келла напоминает, желательно своевременно подать заявление на получение пособия по безработице, чтобы пособие можно было начислить и выплатить до Рождества. Парламент принял законопроект об удвоении выплаты пособия на ребенка в декабре 2022 года. Если семья также получает пособие по базовому доходу, это дополнительное пособие не повлияет на его размер. Пособие будет выплачено за каждого ребенка в возрасте до 17 лет, постоянно проживающего в Финляндии. Размеры пособий можно посмотреть на сайте Келла. Финская национальная ассоциация спасения СПЭК разработала рекомендации, как действовать в случаях отключения электричества и как рационально и правильно подготовиться к таким ситуациям. Также актуальные советы, как можно сэкономить электроэнергию. К теме электроэнергии. В сети библиотек столичного региона Хелмет можно взять счетчик электроэнергии. Он позволяет измерять потребление электроэнергии бытовыми приборами, подключенными к электросети, и выявить ненужное потребление. С его помощью, например, можно узнать, стоит ли заменить старый холодильник или морозильную камеру на более энергоберегающий прибор. Ведомство здравоохранения и социального благополучия приглашает принять участие в социальном исследовании людей, которые иногда играют в азартные игры. Примите участие в этом опросе, чтобы можно было узнать, как возникает зависимость и научиться предотвращать это в будущем. Это займет 10-15 минут. Результаты исследования будут использованы для развития системы снижения вреда от азартных игр. Участие в исследовании абсолютно добровольно и конфиденциально. Подробности и контакты в комментариях к описанию к видео. Больше информации читайте в нашей группе в фейсбуке Русскоязычной Финляндии. Всем хороших выходных!